Так, здесь же рядом второй дом, улица Анатолия Муранова, 12, с левой стороны, и вторая парковка, автопарковка, вот первая, вот тут же стоит вторая автопарковка, тоже так же она идет вдоль дороги, под линией электропередач, то есть наличие таких зон, таких конструкций подтверждает, что деятельность этой парковки является незаконной. Законной она быть не может, потому что федеральный закон запрещает размещение нестанционированных автопарковок или других коммерческих организаций, где идет скопление народу является запрещенным, противозаконом. Подскажите, у вас есть какие-то документы на охрану деятельности, в первую стоянку? Нет, у меня-то свои документы, если я на себя, то на ногу. А кто осуществляет деятельность здесь? Ну, организатор парковки, вы не знаете, а какие-то квитанции есть у вас? А что предприятие осуществляет деятельность-то, кто? Это нам не дается, что нам не дается. Нет, вот я, допустим, машину поставил, вы какую-то квитанцию мне дадите с печатью, за то, что денежные средства приняли. Нет, у них есть, у нас нет, наверное, не знаю вообще. То есть вы наличкой берете, а тогда деньги, да? Наличкой деньги берете, да? Нет, деньги берете, а квитанции, вот то, что нету квитанции, то есть никаких документов у вас нет. Так, вот провели беседу с охранником, который сидит в этой будке, охраняя территорию и транспортные средства. Пояснил, что лицензию на охрану деятельность нет, бланки строгой отчетности нет, контрольной кассовой техники не имеется. Но стоянка функционирует, коммерческая деятельность осуществляется. Тут же на территории автостоянки мы видим, стоит шиномонтажная мастерская, вот где горит свет. Вот получается, как раз стоим в центре данной автопарковки, слева и справа стоят машины, и по центру, прямо над этой автопарковкой, идет линия электропередач, ровно по центру.